Около 250 нарушений, связанных с тонировкой автомобилей, два случая незаконной перевозки травматического оружия. Таковы результаты первых двух рейдов, которые сотрудники автоинспекции Карачаева-Черкесии провели с начала текущего года совместно с представителями других правоохранительных служб. Участие в третьем профилактическом мероприятии приняла съемочная группа Вестей. Репортаж Артур Мхце. Автомобилисты Карачаева-Черкесии постепенно привыкают к совместным рейдам сотрудников сразу нескольких ведомств. Относительно недавний случай, когда участники свадьбы своей стрельбой устроили в Черкесский переполох, не остался без внимания правоохранительных служб. Теперь автоинспекторы периодически дежурят на улицах вместе с представителями Росгвардии. В результате первых двух с начала года рейдов были выявлены два провоза травматического оружия с нарушением правил. Кроме того, стражи порядка составили около 250 протоколов за нарушение требований к тонировке транспортных средств. В городе Черкесске сотрудники будут заниматься отработкой отдельных видов нарушения. Кроме того, будет обращаться отдельное внимание на свадебные кортежи в связи с тем, что участились случаи применения охолощенного оружия и травматического оружия. Кинолог и его четвероногий напарник тщательно досматривают каждый автомобиль. Ведь от этого, возможно, зависят чьи-то здоровья, а то и жизнь. К свадебным кортежам, разумеется, повышенное внимание. Праздник праздником, но даже размахивание на подобном мероприятии оружием уже дикость. Поэтому полицейские и росгвардейцы стараются не допустить негативного сценария. Рейдовые мероприятия будут проводиться на основе анализа и потока транспортных средств. Будет сделана расстановка всех 14 нарядов. Кроме этого, будет задействовано 5 нарядов скрытого патрулирования. Основная работа будет заключаться в том, чтобы пресекать и выявлять административные правонарушения, а также на перевозку и хранение запрещенных веществ и огнестрельного оружия. Первые рейдовые мероприятия дали неплохие результаты. Уже после них число административных нарушений значительно сократилось. И работа правоохранителей в данном направлении будет продолжена. Артур Мхц, Олег Малхожев, Вести, Карачао, Черкесия.